Это открытый урок в первом классе. На нем присутствуют воспитатели дошкольных учреждений. По сути, они смотрят на результат и своей работы. Педагоги собрались, чтобы обсудить переход из детского сада в школу. Контакт с воспитателями необходим для того, чтобы заранее представлять, кто придет в детский сад и искать тропинки, подходы, которые помогут раскрыться всем без исключения. Их немного, но есть дети, которые не могут, например, читать и писать на необходимом уровне. Все потому, что детям уделяется недостаточно внимания по разным причинам. При том, что самые главные наглядные пособия доступны совершенно бесплатно. Разговаривать, деревья показывать, птиц, рассказывать, какие породы птиц, чем они отличаются. У нас Анапа такой красивый город. Тут вообще не нужен ни телевизор, ничего. Вышли в субботу-воскресенье на набережную столько объектов для работы с ребенком. Это и море, это и природа, это и люди, это столько спортивных сооружений. Но почему-то вот сейчас будут каникулы, и дети очень редко выходят на улицы. Я удивляюсь, мы когда были маленькие, мы все время на улице проводили. А сейчас они сидят или перед компьютером, или за телевизором. Сейчас подтягивать ребят помогает школа. Сегодня сюда приходят молодые специалисты, которые консервативны, не более чем того требует профессия педагога. Наталья, как говорит сама, продолжает династию. В ее семье педагоги бабушка и мама. Этим летом закончила институт в Кемеровской области. Решила переехать в Анапу, поближе к морю, следом за родственниками. В следующий день пошла искать школу себе. Думаю, учитель, это мое, думаю, надо попробовать. Пришла в седьмую школу, мне сказали, да, нужно, на меня так посмотрели, что молоденькая, я говорю, справлюсь. Ну и все, я сейчас уже набрала 38 деток, все мои, всех люблю и учу. Педагоги говорят, что с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта подход становится более индивидуальным. Те, кто пришел с дополнительными знаниями, должен получить возможность развиваться дальше. Во внеурочное время. Танцами, шахматами, в технических кружках. Одно из нововведений обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных классах, хоть и по адаптированным программам. В седьмой школе трое таких детей занимаются в начальном, еще двое в среднем звене. По словам директора, дети оказались мудрее взрослых. Ребята, у которых были проблемы повседневной жизни, показывают серьезный прогресс.